Те запреты, на самом деле, они, наверное, наиболее мягкие, которые только можно было сделать вот в этой создавшейся ситуации. Надо было понять, что происходит реально, и видеть эту динамику. И откладывалось буквально до последнего, до последнего, потому что, ну, и предпринимательское сообщество очень сильно волновалось. В принципе, не так много людей, с каждым днём всё меньше и меньше, которые не будут иметь возможность входить в торговые центры. Да, есть люди, у которых есть QR-код. Дальше есть вот эти большие торговые всякие комплексы, торговые центры и так далее. Но сам процесс впускания человека, он становится всё больше и больше. У нас уже ряд предложений выходил уже и на республиканский уровень, и мы вот видим даже те предложения, то есть они были учтены. Нерабочие дни в Татарстане. Тема сегодняшней программы – это главные новости. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. С 30 октября по 7 ноября в России президентом страны установлены нерабочие дни. Как это будет проходить у нас в республике, сегодня мы поговорим с нашим гостем. У нас в гостях первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты республики Артур Сергеевич Николаев. Здравствуйте. Добрый день. Прежде чем мы начнем говорить про нерабочие дни, я хочу пригласить всех наших зрителей тоже поучаствовать в этой беседе. Что вы думаете о этих 7 днях и как вы думаете, продлится ли вот эта самоизоляция, эти ограничения? А какие мы, конечно, сегодня будем обсуждать. Звоните. 511-99-66. Телефон для жителей Казани. 8 800-532-55. Для жителей республики. Звонок бесплатный. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте мы спрашиваем вас, вы планируете работать вот в эту ближайшую неделю? Там несколько вариантов ответа. В конце программы мы вам расскажем результаты. А начнем мы вот с чего. В Татарстане вводится обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 60 лет. Такое заявление сделали сегодня в Оперштабе республики. Там рассказали о новых ограничениях, которые будут введены в нашем регионе с 30 октября. Куар-коды теперь будут требовать практически везде. И подтверждать их нужно будет паспортом или документом, который удостоверяет личность. Артем Логвинов обо всем подробнее. Давайте посмотрим сюжет. Регионы имеют право установить дополнительные ограничительные меры для работы с противодействием коронавирусной инфекции. Первый из ключевых решений возраст обязательной самоизоляции для непривитых изменился с 60 лет. Теперь, если вы не сделали вакцину или переболели позднее, чем полгода назад, вы обязаны сидеть дома и выходить лишь за продуктами и лекарствами в ближайшие точки продажи. К сожалению, только по QR-коду мы пропускаем. Куар-коды теперь нужны не только в торговый центр, но и в кафе, и рестораны, магазины непродовольственных товаров площадью больше 150 квадратных метров, для прохода в бассейны и фитнес-центры. Кстати, теперь при предъявлении документа необходимо еще и предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Следить за куарами теперь будут намного серьезнее. Активизирована работа по выявлению документирования нарушений по отношению юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей за оказание услуг, вход, нахождение граждан или некачественные проверки QR-кода при допуске в принадлежащее им помещение. Начиная с 11 октября за нарушение этих требований было составлено 312 административных материалов. Кстати, с 30 октября детям запрещено посещать торговые центры без родителей или официальных представителей. Развлекательные комплексы в торговых центрах прекращают свою работу. Если ребенок вдруг не находится в образовательном учреждении, в образовательных организациях среднего образования, в школах, работают пришкольные лагеря, работают лагеря в системе Министерства молодежи для того, чтобы обеспечить занятость детского населения. Прекращается работа ночью кафе и ресторанов, бань, саун, букмекерских контор, а также всех магазинов. Исключение составляют лишь точки общепита в аэропортах, авто и ЖД вокзалах, а также аптеки и автозаправочные станции. Праздники или выходные дни, которые должны быть направлены на уменьшение социальных контактов, это проведение этих дней в кругу своей семьи, на свежем воздухе, избегая массовых скоплений людей. И беречь нам нужно своих пожилых, близких людей, кто не вакцинирован или не имеет антител. Самое главное, что ограничения, которые с 30-го числа дополняют уже существующие, будут работать не неделю, а пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Когда это произойдет, никто не знает, а значит детям придется гулять по торговым центрам лишь со взрослыми, а всем, кто старше 18-ти, лучше запастись QR-кодами. Как вы оцениваете запрет и ограничения, которые озвучил Оперштаб? Ну, наверное, поэтому как раз Оперштаб долго разрабатывал миры, соответственно, потому что надо было понять, что происходит реально и видеть эту динамику. И откладывалось буквально до последнего, до последнего, потому что и предпринимательское сообщество очень сильно волновалось, к чему это может привести. Потому что для предпринимателей хуже всего это непонимание, что будет происходить завтра. Невозможно распланировать, невозможно разместить тех же продавцов, например, поставки какие-то осуществлять, потому что потери все равно они были, ну и будут, скорее всего. И поэтому надо было в определенный другой ритм входить уже и с поставщиками. И вот те запреты, на самом деле, они, наверное, наиболее мягкие, которые только можно было сделать вот в этой создавшейся ситуации. И вот это вот взвешивание, оно до последнего происходило, поэтому, наверное, вот только появились вчера. Ну, QR-коды-то у нас ввели вообще одни из первых, наверное. Ну, наверное, та ситуация как раз тоже была правильная, потому что, помню с вами, да, что мы были по привитам на довольно-таки низком уровне. И тут можно сказать, что даже кабинет министров сыграл на опережение в какой-то части, ну, так бы немножко подстегнул эту ситуацию, чтобы уже более мягко на следующем пути можно было войти. Вот как раз это в данном случае и выручает. А насколько вообще ударит по бизнесу вот разрешение с QR-кодами только посещать? Ну, во-первых, динамика очень высокая по привитости. То есть мы видим, что практически на 30% увеличилось, ну, почти там полтора миллиона, да, у нас говорят уже привились. Поэтому динамика высокая. Я думаю, есть и переболевшие, которые тоже уже имеют возможность получать QR-коды. Есть те, кто вот как раз, соответственно, прививаются. То есть, в принципе, не так много людей, с каждым днем все меньше и меньше, которые не будут иметь возможность входить в торговые центры, входить в пункты приема пищи различные. То есть я думаю, здесь динамика в этой части, ну, положительная будет. Ну, тут сразу же совершенно другие трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Это, да, есть люди, у которых есть QR-код. Дальше есть вот эти большие там торговые всякие комплексы, торговые центры и так далее. Но сам процесс впускания человека, он становится все больше и больше. Если мы увидим, я не знаю, наверняка там все уже на низком старте, просто статистику проверить, как будет в пятницу и в субботу, вот в следующую. Потому что люди, допустим, у которых есть QR-код, они не рабочие дни, они рванут в эти все места. Как пропускную способность, как сделать так, чтобы не отбить желание и помочь предпринимателям? Ну, вы знаете, наверное, только искусственный интеллект сможет помочь, если нас будут опознавать по лицам, да. Кстати, вот буквально совсем недавно тоже в одной из программ видел, что в одной из азиатских стран, просто не успел, не уловил ККК, они просто, ну, уже проходят по лицам. То есть их, да, то есть их там, в общем, где-то уже информация по этим лицам отложена. И как хотелось бы нам, не хотелось, я не знаю, это как рассматривать, как положительный момент или отрицательный, но ускорить можно только, наверное, вот такими моментами. Потому что даже если открывать, ну, торговый центр, там три входа, ну, там два человека, например, стоят и проверяют, все равно, если часы определенные, они тоже там загружены, то есть там с утра, там в 10 часов, я что-то сомневаюсь, чтобы там, например, часы большие были, да. И к вечеру, кстати, вот с торговыми центрами тоже общаемся, там часов в 8-9 уже тоже людей на самом деле нет. То есть вот самые пиковые, это, наверное, как раз в обед, и там к вечеру, когда люди начинают возвращаться с работы постепенно. Поэтому здесь, я думаю, ну, усиленно будут как раз посты. Мы с вами знаем, что уже появились даже специальный термин, керк-контролеры, да, которые усиленно, то есть те же торговые центры подыскивают новые кадры, которые должны, ну, увеличить пропускную способность. Ну, и как всегда, в связи с тем, что пандемия все-таки, она все время вносит какие-то коррективы, но есть уже, ну, по крайней мере, в интернете я видел, люди с улыбками пишут о том, что да, начали пускать по QR-кодам. То есть все работники привиты, они все с QR-кодами. Люди заходят с QR-кодами, тогда зачем маски? Ну, это, наверное, к вирусологу больше вопрос не ко мне, тут я вам не смогу ответить. Можно же сказать, что действительно, если в торговые центры пускают, штрафуют и самих предпринимателей, они же, типа, пускают вне масок. Вот тут другой вопрос, на самом деле, именно как раз могут штрафовать предпринимателей, а предприниматели, на самом деле, не участвуют в допуске в торговый центр. То есть тогда, получается, как бы, да, может быть, второй контроль нужен, как раз когда человек заходит и уже непосредственно в торговом центре, в какой-то магазин его еще раз надо проверять на всякий случай. Ну, по идее, получается так, да? Получается так, но это бред. Если все уже привиты в здоровье, зачем им носить маски? Какие сферы пострадают больше всего? Наверняка это уже обсуждали, и были те, кто уже бил в колокола и приходил за помощью. К нам обращались уже и торговые организации, малого бизнеса, микробизнеса. К нам обращались торговые центры. На самом деле, у нас уже ряд предложений выходил уже и на республиканский уровень, и мы, ну, вот видим даже те предложения, то есть они были учтены. Сейчас, ну, такой выбор баланса, да, то есть чтобы, с одной стороны, бизнес смог работать, потому что, вот, например, к нам в торговую промышленную палату, буквально там 10-11 должны были приехать ребят, ну, предприниматели с Воронежа. Они мне звонят, говорят, мы не приедем, потому что у нас жесткий локдаун. Я говорю, что это у вас такое? Что там у вас такое? Они говорят, ну, у нас все закрыто, ничего не работает, соответственно, мы все сидим по домам. Вот в данном случае, наверное, все-таки Тарстан по более мягкому в этой части пошел пути. И тут, наверное, не зря тоже и штаб говорил, что будем смотреть динамику, потому что вот каждодневный учет и что там происходит, и прогнозирование какое-то, наверное, да, будет все-таки мат-модели какие-нибудь будут приводиться. Соответственно, можно будет понять, что нас ждет дальше, хоть с какой-то долей вероятностью. И от этого уже какие-то или более закручивать гайки, или же, наоборот, немножко, может быть, еще где-то ослаблять. Ну, вот тут мы только можно с вами гадать чуть-чуть. Ну, по большому счету, если так предположить, что одни регионы закрыты полностью, другие работают в каком-то своем режиме, третий там в лайт, ну, так назовем, нарушается все, логистика, нарушается связи. Например, если заказчик из Воронежа, или наоборот, поставщик, у него все закрыто, значит, срывается уже в тех регионах, с которыми они контактируют. А вот это как раз самая большая проблема и не только малого бизнеса, но даже и крупного бизнеса, потому что вот разрыв вот этих цепочек. Да, есть предприятия, которые должны все время работать. То есть это там и энергетика, и промышленность, тяжелая тем более промышленность, и они должны постоянно выдавать свою продукцию. И если что-то у них там случается, потому что чаще всего сейчас поставщик, он завязан внутри вот цепочки находится. То есть один, второй, третий, четвертый, как на ниточке такие нанизаны. И если одно звено отсутствует, то, соответственно, уже не получается конечного изделия. И вот в этом, в том числе, как раз почему и удорожание цен происходит, и почему продукции не вся представлена, которая могла бы быть представлена на полках, в ресторанах, те же самые, в кафе. Вы знаете, даже те же поставщики, которые сейчас осуществляют поставки в кафе и рестораны, они тоже в таком находятся состоянии, они не понимают те объемы, которые необходимо заказывать, необходимо довозить до ресторанов. То есть здесь вот, ну да, в длинную такую, но из наиболее пострадавших, конечно, это вот как раз и торговля, и общий ПИД, в какой-то степени, наверное, сфера услуг различного, да, то есть и те же парикмахерские, фитнес-центры, туризм. Потому что, ну, вот там две недели назад к нам тоже из Москвы приезжали специалисты, мы с ним проводили конференцию. В понедельник, когда у нас ввели QR-коды, то есть они приехали, все нормально с утра, к вечеру мы хотели их покормить, не пустили. Потому что они были, один был с QR-кодом, второй был без QR-кода. В Москве в это время еще не было введено QR-код. Ну, теперь вот, если такая, вот эти разрываются цепочки, поставка и так далее, логично повышение цен. Но потом предпринимателю-то надо объяснять причину повышения этих цен. Антимонопольная служба там ничего не скажет? Ну, у предпринимателя есть, на самом деле, понятная структура, да, то есть у него есть и накладная, у него есть подписанные договора и так далее. Здесь больше даже не в этом проблема, а проблема-то больше в том, что покупательские способности в самой населении. То есть, соответственно, предприниматель тоже понимает, что он не может поднять там выше определенного уровня, потому что, ну, просто покупать у него не будет. Поэтому здесь тоже такой баланс, он так на грани, и на то, не и предприниматели как раз, чтобы буквально по ниточке пройти и, с одной стороны, получить какую-то выгоду, какую-то прибыль для себя, понимать, куда вкладывать деньги в свое развитие, как это делать правильно. И в то же время не отпугнуть посетителей, которые к ним будут приходить. Ну, да, действительно, экономика разных регионов, она по-разному и пострадает, я так понимаю. Где очень жесткий локдаун, там, да, будет достаточно тяжело. Но, с другой стороны, тоже, если сейчас все рванут в те же Сочи, и там будет такая мешанина большая, да, это тоже непонятно. Хорошо ли это будет и для Сочи, и для тех, кто туда приехал, на самом деле. Да, и с другой стороны, есть те компании, которые, наоборот, может, их не слышали, не видели, потому что эти цепочки были завязаны на определенных. Вдруг они выстрелят, и они начнут зарабатывать. А, кстати, можно ли говорить о том, что массовый уход в интернет-бизнес, вот прям происходит уже полтора года, прям не просто как-то единично, а все стараются перейти в онлайн-режим. Ну, торговая промышленная палатка, раз, является учредителем Центра электронной торговли Marketplace легко, поэтому мы видим действительно такую активность, которая проходит. Сейчас, кстати, еще очередной осенний марафон идет, так называемый, по 7 ноября по обучению как раз предпринимателей. Там мы видим, что многие стараются уходить, находить альтернативу по реализации. И я бы не сказал, что это прям вот, ну, там, на порядке. Вернее, как, по-первых, конечно, на порядке все это было. Сейчас уже так более стабильно, более динамично получается, да, то есть такого взрыва уже нет, просто, ну, и предприниматели привыкают уже к этой форме торговли, и покупатели уже потихонечку тоже привыкают. Поэтому, ну, в таком нормальном уже рабочий ритм встает. Ну, теперь такая, в конце программы немножко огрузка. Хотя нет, не огрузка, наверное, все-таки предположим. Какие потери может понести и понес уже бизнес вот по результатам недавно введенных ограничений на QR-коды? Ну, по-разному оценивается. И кто-то говорит, там, 40%, 50%, 60% для, там, сферы торговли, сферы услуг, сферы питания общественного. Вот, поэтому здесь, ну, просто 40-50%, ну, даже 50%, там, процентов, это же надо смотреть не только вот для конкретного, там, ресторана, например, да. То есть это что произошло? Значит, еще пострадал поставщик, который привез. И не один. Да, еще пострадала логистика, которая довозила там, да, то есть до этого места. Еще пострадал производитель, скорее всего, потому что, ну, предоплаты сейчас практически, ну, мало кто может себе позволить. Соответственно, по факту реализации. И вот в обратную сторону, вот эта вот цепочка, она тоже довольно-таки в этой части, ну, тяжелая для предпринимателей. Поэтому здесь сложно прям так оценить, сказать, какой там процент пострадавших или кто наиболее пострадал. Ну, наиболее можно предположить, но, тем не менее, надо рассматривать все это, действительно, вот эту всю цепочку. Ну, в любом случае, тут надо, конечно, и смотреть на наших депутатов, вот только избранных, потому что бюджет придется корректировать, ну, в обязательном случае. В начале программы мы спрашивали, друзья, вы планируете работать в ближайшую неделю, вот как раз, когда у нас вот такие ограничения. И вот результаты. Да, будем работать, как обычно, 87%. Нет, 4%, уезжаем, 3%, ну, и 5% написали о том, что вот пенсионеры и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста. Это хорошая новость. Торговая промышленность тоже будет работать, на самом деле, если бизнес работает, это новость хорошая, на самом деле. И, как говорится, слава богу, что она имеет такую возможность. Но, тем не менее, есть же какие-то еще ограничения, то есть количество людей, которые должны, численность рабочих мест. Ну да, то есть тут опять же со стороны республиканских госорганов есть определенная, но как бы открытая позиция, что бизнес сам определяется, кого выводить на удаленку, кого выводить в административный, может быть, отпуск, или просто не допускать на рабочее место. Ну, поэтому здесь нету такой 60-летних, да, то есть как бы довольно-таки жестко там все понятно, а вот внутри еще коллектива, там же есть кто переболел, есть кто, там, хронические болезни у кого есть, еще какие-то там дополнительные возможности. Соответственно, вот они в большей степени, руки развязаны предпринимателям в этой части. Ну, я думаю, что мы эти семь дней нормально переживем и не сильно пострадает ни экономика, ни предпринимательность. Спасибо большое вам за эту программу. Артур Сергеевич Николаев у нас был в гостях. Это были главные новости. Удачи на этой неделе. До свидания. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик. До свидания. До свидания.